Наблюдая за тем, что происходит в фанатских секторах по всему миру, мы видим одну и ту же картину. Фанатики, к сожалению, отбивают желание ходить на стадион людей, не принадлежащих к фанатскому сектору. Скажем, если я с удовольствием ходил раньше на мини-футбол, почему? Потому что там нет этого. Там сидят болельщики, вот мы рядом сидим, один болеет за одну команду, другой за другую. Они играют, мы сидим рядом с ним, это мой корифан, который просто болеет за другую команду. Никакого негатива по отношению к нему нет. Никто не рассаживает на мини-футболе болельщиков по секторам. К сожалению, очень много агрессии вложено в фанатичное боление. Люди иногда приходят, видел матч? Нет, не видел, мы там махались. Я же знаю, общаюсь с людьми, я вообще стараюсь следить, держать руку на пульсе. Стрелку забили им, допустим, стали. А футбол здесь при чем, ребят? Посмотрите, а потому что у вас разная форма одежды, разные кричалки. А сам футбол-то, вы посмотрите, он же как бы выносится за рамки ваших разборок. Он живет сам по себе, своей жизнью. Во-вторых, что еще получается сейчас? Чемпионат мира, который у нас надвигается, конечно, должен немножко активизировать интерес к футболу, но он невозможен без детского футбола. Если мы не будем думать о детском спорте, а это вложение, если не будут направлены определенные потоки денег, детский тренер должен получать зарплату, чтобы он не боялся, ему не стыдно было прийти домой и сказать жене, что он работает детским тренером. Он любит это дело, любит тренировать мальчишек, но это ничего не приносит. А сколько энтузиастов могут это делать на собственном энтузиазме? Очень немногие. Поэтому, если мы создадим вот эту систему, вот мы, почему, допустим, футбол российский завоевывал в Европе и в мире, считался на высоком уровне в эпоху моего детства? Потому что мы играли в футбол пацанами. Везде. Где только можно. В школе играли, у нас был кожаный мяч, мы класс на класс, школа на школу, двор на двор, район на район, везде. Сейчас кто играет? Единственная детская площадка у нас футбольная. Еле отстояли. Туда опять хотели вмонтировать какую-то там фигню. То ли автостоянку, то ли дом очередной вмонтировать точечной застройкой. Одна на весь район. Мы говорим, ребят, подождите секундочку. Ну вот негде ставить, негде достроить. Вы понимаете, надо. Я говорю, подождите секундочку. Вы только что набабахали, срубили в парке, поставили два дома. Почему вы туда не поставили свои машины? Почему вам обязательно их надо ставить на месте последней футбольной площадки в районе? Когда вот это отношение изменится, у нас появится интерес к футболу. Мы начнем развивать, культировать собственный футбол, и он начнет приносить реальные плоды.